Югорчан приглашают выбрать лучшие инициативные проекты. Сегодня на портале «Открытый регион» стартует онлайн-голосование. На конкурс представлено 99 заявок из 20 муниципалитетов на общую сумму 460 миллионов рублей. Итоги подведут в конце марта. Лучшие проекты могут получить до 10 миллионов рублей. В основном, инициативы югорчан направлены на решение приоритетных проблем местного значения, начиная от улучшения качества образования, заканчивая благоустройством территории. Проекты направлены на решение вопросов местного значения. Это благоустройство, улучшение качества образования, культуры, спорта. Есть проекты по празднованию юбилейных дат муниципальных образований. Все проекты проходят экспертизу на предмет корректности, достоверности, полноты представленных документов и материалов. С 1 марта открывается онлайн-голосование, в котором могут принять участие все желающие. Югра 24. Муниципальная лента новостей и новый информационный проект с таким названием сегодня стартуют на телеканале Югра. Это первое совместное детище главного окружного канала и местных телерадиокомпаний. С понедельника по пятницу журналисты будут готовить подборку новостей со всего региона. А выходные – даже с лучших материалов недели. Средители увидят, чем живут территории и как работают власти всех уровней. Выпуски Югра 24 можно увидеть в 17.00 на 21-й кнопке всех кабельных сетей округа, в региональных включениях на общественном телевидении России и на спутниковой платформе НТС. Нефтьюганские школьники снимут видеоролики и сюжеты об известных жителях города. В Центре дополнительного образования «Поиск» впервые стартовал медиафорум. В этом году он стал частью фестиваля «Созвездия юных талантов». Участники онлайн получили мастер-классы от сотрудников городских СМИ. Акулы пера рассказали, как побороть волнение на съемке, с помощью чего записывать звук, если под рукой нет профессионального микрофона. И показали, как освещение влияет на качество кадра. Теперь задача школьников – написать сценарий, снять и смонтировать минифильм о почетных жителях города. Готовые работы представят на суд жюри в апреле. Оценивать их будут профессиональные операторы, монтажеры и журналисты. Сюжеты конкурсантов опубликуют в социальных сетях. У нас в этом году фестиваль «Созвездия юных талантов», он посвящен юбилею Югры. И поэтому и этот форум мы тоже посвящаем этому же празднику. И предлагаем ребятам материал, который они будут делать творческий, чтобы они изготовили ролики о наших людях, известных в городе, которые делали историю нашего города. Звук, кстати, тоже, да, очень такое немаловажное дополнение. Должно быть все хорошо слышно. Можно использовать второй телефон, например, сотовый, для записи звука. Хотя бы так, если у человека нет микрофона. Автомобиль в счет оплаты алиментов. В Пытьяхе судебные приставы наложили ограничения на машину местного жителя. За полтора года мужчина задолжал своим детям 150 тысяч рублей. Теперь его имущество описали и выставят на торги. Временно автомобиль оставили на хранение пока еще владельцу. С транспортом придется попрощаться после его оценки и продажи. Как отмечают специалисты, такая мера возврата долгов – одна из самых популярных и действенных. К слову, в прошлом году судебные приставы разыскали 426 неплательщиков. Детям вернули 375 миллионов рублей. Также в 2020 году специалисты арестовали 37 машин, 6 из них продали. А два автомобиля передали счет погашения долга. В отношении должников до 1 июля 2021 года судебным приставам исполнителям не применяется мера, связанная с осмотром движимого имущества по месту жительства, за исключением автотранспортного средства. Поэтому мы в целях обеспечения полных мер по исполнительному производству произвели арест имущества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...